Еще одна важная область, и я думаю, что бизнес-сообщество должно учесть, это большой потенциал в области логистики, связи и транспорта. Мы рассматриваем транспортный сектор не только как источник доходов от транзита, но и как возможность для малых и средних предприятий, для создания производственных цепочек, бизнеса, услуг вдоль транспортного маршрута. Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными узлами в нашем регионе. Поэтому нам необходимо обеспечить связь между регионами Каспийского и Балтийского морей. Считаю, что это возможно. Так как если мы посмотрим на энергетическую карту Европы, то увидим, что она кардинально изменилась в основном благодаря инициативам Азербайджана. Если посмотреть на нефтепроводы, газопроводы, то это совершенно новая ситуация. То же самое с транспортом. Мы построили новые связи вместе с нашими соседями и партнерами. Мы вкладываем крупные средства в инфраструктуру морского порта Баку. Мы инвестируем в строительство большего количества судов, которые смогут перевозить больше грузов по Каспии. Поэтому, я думаю, самое время для бизнес-сообществ оценить эту возможность и не опоздать с этим. Потому что, безусловно, эти огромные транспортные возможности, особенно в нынешней геополитической ситуации, создадут добавленную стоимость. Также я хотел бы сообщить нашим литовским друзьям, что экономика Азербайджана стабильна, благоприятствует инвестициям и основывается на природных ресурсах. Но в то же время нашей основной целью является диверсификация. Думаю, что мы сможем в значительной степени диверсифицировать нашу экономику и снизить зависимость от энергетического сектора, хотя он будет продолжать играть важную роль для энергетической безопасности Азербайджана и Европы. Наши экономические показатели отражены в конкретных статистических данных. Для большего привлечения литовских компаний в Азербайджан хочу сказать, что у нас очень низкий внешний долг. Он ниже 10% нашего волового внутреннего продукта. У нас стабильная национальная валюта, и я уверен, что она продолжит оставаться стабильной, потому что у нас наблюдается положительная сальда внешнеторгового оборота, существенная положительная сальда. А резервы твердой валюты, которые мы накопили в нашем государственном нефтяном фонде и резервах Центрального банка, в 10 раз превышают наш внешний долг. Таким образом, стабильность нашей экономики является важным фактором регионального экономического сотрудничества и для инвестиционного климата. Поскольку хороший инвестиционный климат создается не только наличием хорошего законодательства. Этого недостаточно. Важно иметь хорошие возможности для бизнес-деятельности, иметь очень динамичный местный рынок и доступ к соседним рынкам. Таким образом, рынок Азербайджана растет, население увеличивается, обеспечивается доступ к крупным рынкам Центральной Азии. А установление прочной связи с регионом, где находится ваша страна, безусловно, создаст дополнительные возможности. Поэтому я уверен, что эта встреча даст хорошие результаты. Как было отмечено сегодня, уже подписано несколько документов. Надеюсь, все они завершатся хорошими результатами, что продемонстрирует эффективность подобных встреч. Также, пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших друзей из деловых кругов Литвы посетить Азербайджан для продолжения нашего диалога. Большое спасибо. Азербайджан для продолжения нашего диалога. Спасибо.